Школьные экзамены только через полгода, но готовиться к ним нужно уже сейчас. Причем не только детям, но и родителям. Возможность испытать эмоции выпускника и вновь сесть за школьную парту представилась взрослым во время всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ» родителями. Каждый мог прийти и написать экзамен по истории. Наша съемочная группа решила присоединиться к тестированию. ЕГЭ по истории сдавать мне уже доводилось, но с тех пор прошло больше 10 лет. Тем не менее, я решила проверить свои знания и попробовать сдать его еще раз. Я здесь не одна, со мной еще целая очередь родителей, которые выставились на регистрацию. Чтобы родители почувствовали на себе, что такое единый госэкзамен, их проводят через все стандартные процедуры. Начинается все с регистрации. Здесь записывают данные участника и выдают памятку, что можно и чего нельзя делать во время экзамена. Но самое главное – сосредоточиться и выложиться по максимуму. Как вы оцениваете свои знания по истории? Невысокие мои знания, мне так кажется. А там видно будет. Волнуетесь? Потому что я, например, да. И я волнуюсь. Не была я готова к истории, но сейчас об этом узнала. Посмотрим. Вспомнить школьную программу – дело непростое. А уж сконцентрироваться и просидеть за партой 4 часа – и вовсе кажется невыполнимой задачей. К счастью, организаторы вовремя сообщили. В этот раз идти на такие подвиги не понадобится. Длится в среднем экзамен 3-4 часа. Но сегодня это будет более сжатый вариант. Но он поможет все-таки посмотреть типовые варианты заданий, которые встретятся участникам на боевых так называемых экзаменах. Затем всех экзаменуемых пригласили в актовый зал на общее собрание. Интересно, что к сдаче присоединились работники образования и даже чиновники. Например, у заместителя главы городского округа Ирины Теслевой сын в этом году тоже заканчивает школу. Она решила пройти испытания из солидарности. Такие акции полезны для родителей, потому что иногда родители волнуются больше, чем их дети. И это их волнение. Может быть, как-то ребенку передается, а здесь должна быть уверенность. После официальной части все отправились в аудиторию. Каждый участник проходит все этапы экзамена. У меня уже отобрали личные вещи, телефон, и теперь мне нужно пройти через металлоискатель. Все, как на настоящем экзамене. Для прохождения испытания требуется только паспорт и пишущие принадлежности. Вначале подробный инструктаж. Например, рассказывают, как правильно заполнять бланки. Их, кстати, печатают здесь же, в аудитории. Ну и, конечно, главное требование – никакой техники и уж тем более микрофона на парте быть не должно. Экзамен – дело сложное. Мы уже нарушили правила. Во-первых, принесли камеру на экзамен. А во-вторых, разговаривали прямо во время написания работы. Общаться даже с наблюдателями действительно запрещено. По завершении работы надо просто поднять руку, бланки заданий заберут и можно быть свободным. Фух. По всем правилам выносить варианты строго запрещено, но для нас сегодня сделали исключение. Давайте посмотрим, что за вопросы предлагают родителям. Например, здесь вот нарисована карта, и по ней нужно угадать не только, в каком веке происходило это сражение, но и какой полководец вел бои. Или, например, что было раньше – кругосветное путешествие Магеллана или отмена крепостного права в России. В целом, вопросы мало изменились за последние 10 лет. Надеюсь, я справилась, но результаты своих стараний узнаю только спустя две недели. Именно столько времени потребуется экспертам, чтобы проверить задания и оповестить участников об итогах. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.